Хватит! Сразу после выхода 11 серии Леди Баг бездна вины, все фанаты задались одним вопросом. Какой хворью болела Роуз? Некоторые видеоблогеры пытались объяснить ее болезнь, но четкого ответа так и не дали. Поэтому я, посоветовавшись со своим знакомым врачом, мне удалось помочь поставить точный диагноз и чем все может кончиться для хрупкой девочки Роуз. Поэтому быстрее подпишись на канал и включи колокольчик, чтобы узнать, чем болела новая супергероиня Пигелла. Скорее звоните ее родителям! Начну с того, что отсылки на болезненное детство Роуз были еще в первом сезоне. Но только в 11 эпизоде 4 сезона Леди Баг мы узнаем то, что Роуз с самого юного возраста имела какое-то заболевание, и теперь оно могло повториться. Но что именно за недугу девочки авторы не раскрывают. Когда Маринетт проводила Роуз к медсестре, она говорила о некой Доре Доре, которая так называла свою головную боль. Также она добавила, что вызывает мистера Кофи, дабы изгнать Дору Дору. Но в этот раз Роуз не обошлась обычным осмотром врача и попала на больничную койку. Да, Джул знала о ее болезни и очень расстроилась плохой новости. Так что же за редкостная хворь наделала кипиша не только среди одноклассников, а и в интернете? Другие блогеры предположили, что у нее рак мозга, и тем самым сделали из нее не жильца. Да уж, а разобраться сначала. В частности, это и есть рак, но чего именно? Если учесть тот факт, что Роуз мучает головные боли, и твердо сидеть на школьной скамье из-за боли в костях и суставах. Почти со стопроцентной уверенностью Роуз болеет лейкемией. Этот недуг очень часто возникает у маленьких детей, и в 95% случаев она успешно лечится. Также Роуз очень худая и маленькая в сравнении со своими одноклассниками, что объясняется плохим аппетитом и потерей веса, как одним из симптомов. Еще у Роуз короткие волосы, возможно, она перенесла химиотерапию, побочка которой – выпадение волос. В серии «Безновины» Роуз не признавалась одноклассникам, потому что боялась их нетипичного поведения с ней. И кошмары сбылись. Джул растепала всем, за что потом пожалела. Когда на уроке мисс Менделеева и они учили вирусы и бактерии, Роуз кромненько чихнула, чем вызвала хаос и апокалипсис в классе. Не названи в скорую! Алло, скорая? Какая скорая, ребята? Лейкемия не передается другому человеку, а значит, никто из одноклассников не знал, чем она больна. Кстати, тема урока была вирусы, что может быть отсылкой к пандемии короны. Хотя, как заявлял Тома, сценарий пишется задолго до выхода сериала. Походу, изменили немножко, или же это совпадение? Пиши в комментариях, как думаешь. Класс! Теперь я уверен, что простужусь. В первом сезоне принцесса Аромата в город приехал принц Али, чтобы проведать детские больницы. В качестве своей сопровождающей он выбрал Роуз, которая очень сильно влюбилась в паренька. Тогда никто этого не принял всерьез. Но поход в детские больницы с Роуз тоже был не случайностью. Еще в самом начале серии она узнает о его визите в детские госпитали и не может сдержать слезы от такого великодушного жеста. И только теперь становится понятным, что эмоции Роуз вызвала ее личная пережитая история в детстве. Ей очень было тяжело вспоминать былые времена лечения и намек на ее болезнь был уже тогда. Лейкемия или лимфобластный лейкоз приводит к плохому насыщению крови кислородом, делая больного бледным и уставшим. Роуз как раз имеет очень бледную кожу. Ей неприятно сидеть на твердом, и частые головные боли подтверждают этот факт. Маринет даже сделала ей подушку, чтобы девушка сидела более удобнее. Также малейшая царапина может привести к потере большого количества крови. И следует быть максимально осторожным. Поэтому, когда Роуз была в больнице и прислала фото Джулейке, она лежала под капельницей, чтобы окончательно одолеть рецидив. Конечно, нет никаких гарантий на стопроцентное выздоровление. Поэтому Джулейка так сильно расстроилась из-за Роуз. А после возвращения в школу девочка призналась всем, что теперь все позади, и она полностью здоровая. Очень надеюсь, что это так, и она больше никогда не почувствует боли снова. Реши, что думаешь о болезни Роуз и что с ней будет дальше. Конечно, желаем тебе крепкого здоровья, Роуз. Надеюсь, этого больше не повторится. Это видео я сделал на основе других размышлений блогеров, которые не смогли в точности определить диагноз Роуз. Так что это не плагиат. А если тоже понравилась новая Пигела и хочешь, чтобы она не болела, ставь лайк, подпишись и включи колокольчик. Будьте здоровы! Видишь, я же говорила, что все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова